Удалось ли Белоруссии и Китаю выйти на новый уровень сотрудничества и реализовать совместный потенциал на практике? Взаимодействие Минска и Пекина обсудят на высшем уровне. Начался государственный визит Александра Лукашенко. Белорусский борт номер один взял курс на Пекин. Президент Белоруссии посещал Китай уже 12 раз. Ровно столько же встречался с его нынешним лидером Си Диньпином. Отношения между нашими странами всегда складывались в положительном ключе. ТОН сотрудничеству задал Александр Лукашенко. Но именно при нынешнем лидере Поднебесной Белоруссии Китай стали всепогодными и всесторонними стратегическими партнерами. Обоюдная декларация была принята на полях сентябрьского саммита ШОС в Самарканде. Встреча лидеров запланирована и в рамках нынешнего визита. Переговоры пройдут в узком и расширенном составах. Развитие инвестиционного гуманитарного сотрудничества, реализация совместных проектов, реагирования на наиболее острые вызовы тем для обсуждения немало. Не останутся в стороне и вопросы торгово-экономического сотрудничества. К слову, ни расстояния, ни даже политика нулевой терпимости Китая во время пандемии не помешала Беларуси достичь рекордного за последние 10 лет товарооборота с крупнейшей экономикой мира. За 2022 наторговали на 5,8 миллиардов долларов. Китай был достаточно сложным с точки зрения пандемии. Китай был относительно закрыт. Бизнес мог общаться только в видеоформатах между собой. Но вместе с тем он дал свои эффекты. Республика Беларусь в вопросах экспорта беларусской продукции по темпам роста экспорта в Китай переместилась со 136 на 38 позиции. Это достаточно большой, хороший показатель и свидетельствует о том, что сегодня и Китай заинтересован покупать нашу продукцию, и Республика Беларусь отработала соответствующие механизмы аккредитацию наших видов продукции для реализации на китайском рынке. После отмены жестких ограничений активизируется экономическое и гуманитарное сотрудничество. Китай, как и Беларусь, является маяком миролюбивых инициатив безопасности в различных сферах. В том числе и в медицине. И здесь у Минска и Пекина много точек взаимных интересов. В преддверии госвизита делегация Минздрава встретилась с представителями сразу нескольких провинций Китая. Мы были в двух провинциях и заключили целый ряд соглашений. В частности, о поставках медицинского оборудования и изделий медицинского назначения, о работе по поставкам субстанций и целого ряда препаратов, произведенных в Китайской Народной Республике с целью дальнейшей локализации в нашей стране. Но и сегодня уже стояли встречи с Министерством по делам традиционной китайской медицины и в классическом понимании нашего Министерства здравоохранения, где осматриваются опросы и стратегического сотрудничества, дается оценка о том, что мы достигли на сегодняшний день. И более всего мы разговариваем о том, как будет развиваться в этой сфере отношения наше в будущем. И в целом в системе здравоохранения, конечно же, особое внимание развитит нашего индустриального парка «Великий камень». Сейчас ведется совместная работа по внедрению традиционной китайской медицины в здравоохранение Беларуси. Для развития фармацевтики и создания медтехники определен «Великий камень». Индустриальный парк обеспечивает основной приток китайских инвестиций. За прошлый год количество резидентов достигло 107 компаний. Перспективы нынешнего визита предусматривают привлечение крупных инвесторов в области цифровых технологий, создание легковых машин и других товаров, так и востребованных после санкций, особенно в европейской части России. Стратегическое развитие в рамках инициатив «Пояс.Путь» предусматривает технологическое цифровое сотрудничество укрепления зеленой экономики. В Беларуси очень ценят тот высокий уровень сотрудничества, который достигнут в отношениях с Китаем. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью китайским СМИ. Разговор, напомню, состоялся в конце минувшей недели. Сегодня Минск и Пекин связывают крупные совместные проекты. Глава государства подчеркнул большую роль китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» как площадки для продвижения на рынке многих стран. Одно из важных преимуществ для КНР в регионе – это логистика. И тут Беларусь может сыграть для Китая главенствующую роль. Потому Александр Лукашенко предложил сопряжение и инициативы «Один пояс, один путь» и новой политики ЕС. Конфликты когда-нибудь закончатся. Недопонимания, противоречия – они уйдут. Интересы народов и государства останутся. Ваш интерес в Беларуси – приходите и работайте по всем направлениям. Запрещенных, закрытых тем у нас нет. От Китайской Народной Республики. И это не вовред будет соседям. Мы понимаем, что американцы подталкивают Европу идти по антикитайскому пути. Европа сопротивляется. И правильно. Потому что если они будут отгораживаться от Китая, а не дай бог еще вступят в противоречие с Китаем, а с другой стороны их будет давить Америка, Европа может исчезнуть. Прежде всего Западная Европа. Это европейцы понимают. И у Китая открываются колоссальные возможности в этом направлении. Приходите, работайте. В этом наш интерес, в этом ваш интерес. Поэтому будем сопрягать наши интересы и ваши интересы. Евразес – путь. Я уверен, что вот один пояс – один путь. От него мы, евразесовцы, еще многое можем получить. Потому что один пояс, один путь – это не только движение из Китая в мир. Это и мир будет двигаться в обратном направлении в Китай. Александр Лукашенко также отметил роль Китая на международной арене. Планета переживает геополитический шторм. По мнению белорусского лидера, Китай может уравновесить нынешнюю ситуацию, благодаря чему возникнет многополярный мир, к которому стремятся независимые суверенные страны. Более половины жителей Польши ожидают ухудшения экономической ситуации в этом году. Таковы данные опроса, проведенного в Международной исследовательской компании. Причем число поляков, считающих, что положение дел в экономике и так уже хуже некуда, достигло 67%. Всего за месяц этот показатель вырос на 5 пунктов. В том, что безработица в стране сокращаться не будет, уверены 60% опрошенных. А свыше 30% респондентов убеждены, что она будет только расти. Причем потерять работу больше боятся люди с высшим образованием. Такие опасения высказали 45% поляков. Увеличивается количество людей, недовольных политикой властей. Около 70% опрошенных считают, что правительство ведет страну в неправильном направлении. Около 2 миллионов британских семей могут пострадать от повышения цен на электроэнергию. Об этом сообщили местные СМИ. Уже через месяц власти планируют увеличить тариф на 20%. То есть жители Соединенного Королевства станут платить за свет в среднем более 3,5 тысяч долларов в год. Эти изменения будут означать, что количество людей, живущих в условиях топливной бедности, увеличится с 6 миллионов 700 тысяч до почти 9 миллионов. Для справки, топливной бедностью считается ситуация, когда на электроэнергию семья тратит не менее 10% своего дохода. Автор любимого всеми фильма «Белая Росса» известный белорусский драматург и сценарист Алексей Дударев на 1973 году скоропостижно ушел из жизни. В наследие белорусам он оставил с десяток сказок, рассказов и пьес. По сценариям драматурга, снятых 16 кинолент, его пьеса «Рядовые» ставилась практически во всех театрах бывшего Советского Союза. А его произведения переведены на словацкий, узбекский, эстонский, литовский, польский и другие языки. Родился Алексей Дударев в Витебской области. После окончания Белорусского театрально-художественного института посвятил себя творчеству. На рубеже 2000-х занимал пост главного редактора одного из крупнейших печатных изданий культурной тематики журнала «Мостатство». Причины смерти Алексея Дударева пока не сообщаются. Дата и время прощаний с заслуженным деятелем искусств станут известны в течение дня. 220 спасенных детских жизней и сотни маленьких белорусов получили шанс расти здоровыми благодаря опыту и мастерству сотрудников Центра детской нефрологии и заместительной почечной терапии. Вот уже четверть века клиника дарит детям со всей страны возможность жить полноценно. Здесь помогают малышам с самыми тяжелыми и хроническими почечными заболеваниями за годы усердной работы. Специалисты достигли высоких показателей трансплантации. Более 80% маленьких белорусов получают донорскую почку в течение года. Современные методы диагностики, такие как нефробиопсия, позволяют своевременно и точно поставить диагноз. В уникальном центре лечат даже самые тяжелые патологии. На сегодня работают все методики заместительной почечной терапии. За эти годы прошло более 100 детей на гемодиализе, на перитениальном диализе. Более 200 детей были трансплантированы, причем как детей из Беларуси, так и часть из них бывают иностранные дети. Результаты наши соответствуют результатам европейских диализных центров, нефрологических центров. Профессиональный уровень белорусских нефрологов высоко ценят во всем мире. Уникальным опытом наши специалисты делятся с коллегами из России, Азербайджана, Кыргызстана, Молдовы и других стран. Подготовка к самому нежному весеннему празднику. В преддверии Международного женского дня представители цветочной индустрии по всей Беларуси активно заготавливают ароматные букеты. Только в столице 8 марта откроется более 200 торговых точек. Реализовывать цветочную продукцию будут как физические лица, так и предприятия. К этому дню выдано уже более 300 разрешений на торговлю. Цифра не окончательна, ведь они будут выдаваться вплоть до 3 марта. Тем не менее, уже сейчас можно сказать, что число цветочных лавок, да и объемы продукции в сравнении с предыдущими годами значительно увеличится. Одна из причин – легкое оформление документов на торговлю. Для того, чтобы получить разрешение на торговлю с 6 по 8 марта выращенной цветочной продукции, либо физическим лицам, либо представителям субъектов хозяйствования, необходимо обратиться в администрацию района, на территории которой они планируют осуществлять торговлю. Для этого необходимо будет физическому лицу предоставить справку от местного исполнительного органа о том, что у него есть участок, на котором он выращивает цветочную продукцию, и написать соответствующее заявление. Для субъекта же хозяйствования необходимо будет предоставить копию устава, где прописано, что выращивание цветочной продукции – это вид деятельности в субъектах хозяйствования, и также написать заявление. Интересный факт. Чаще других торговать цветами в столицу приезжают жители Брестской области. Субтитры создавал DimaTorzok